Пятая страница паспорта Веры Солнцевой пуста. У пенсионерки нет постоянной прописки в Петербурге. По документам, ее первое и последнее место жительства. Квартира в Саперном переулке еще Ленинграда. Оттуда маленькая Вера вместе с отцом и старшим братом везли хоронить маму в первую блокадную зиму. Мы ее ввезли на лошади, помню. Там платье сплакал, слезы лились ручьем. Кушать нечего было. Помню, отец поставит кастрюлю, миску какую-то на стол. И мы вот все по очереди, по ложке. Во время войны отец Веры продолжал работать на Путиловском заводе. Дочку и сына он пристроил в детский дом. Когда появилась возможность воспитанников, эвакуировали из осажденного города. И семья больше никогда не возвращалась в свою квартиру. Здание перестроили, поселили туда других людей. А Вера по комсомольской путевке попала в Грузию. Там встретила мужа, родила сына. Вместе они прожили 13 лет. Потом супруг умер, а ребенок поехал учиться в Петербург. Когда развалился Советский Союз, Вера Солнцева приехала в Россию уже как беженка с советским паспортом. Она человек трудолюбивый, но совершенно непробивной. С бюрократией нового времени не справилась и получить гражданство не смогла. Куда ходила, все отказ, все отказ. На Криленко, Крилова ходила. Потом как беженка куда-то ездила. Я уже сейчас не помню, уже мозговую. Все везде отказывались. Все говорят, что у тебя выписки нету, выписки нету. Понимаешь, вот все на это спирались. В 1994 году удалось сделать только удостоверение блокадника, но не паспорт. Без него Вера Солнцева жила и работала в Петербурге почти 20 лет. Восстановить документы ей помогли юристы благотворительной организации «Ночлежка». И только в 2013 году. Тогда же она получила первую пенсию в 77 лет – 12 тысяч рублей в месяц. 11 из них она отдает за аренду комнаты в коммунальной квартире. Хотя по закону ей положено отдельное жилье, как блокаднице. Я всегда гордилась, что я в Ленинграде. Я приезжала сюда, как птичка летала. А сейчас я даже не думала, что со мной так будет. Что такое обращение будет. Веру Солнцеву не ставят на учет, как нуждающуюся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. Суду недостаточно свидетельств о том, что последние 10 лет блокадница прожила в Петербурге. Юристы «Ночлежки» это решение попробовали оспорить, но безуспешно. Вера Егоровна на протяжении 20 лет жизни в России не было регистрации здесь. Это огромная проблема, это не единичный случай. Действительно, люди, которые не имеют регистрации, потом, чтобы им встать на жилищный учет, нужно пройти через суд, который тоже требует эту же регистрацию. И в итоге бездомный человек, которому негде зарегистрироваться, не может встать и на жилищный учет в отсутствии регистрации. Замкнутый круг абсолютно. С каждым судом у меня все хуже и хуже, хуже и хуже. Я даже боюсь их всех. Потому что я чувствую, что они издеваются надо мной. Правила были мягче еще пять лет назад. Тогда судья вместо регистрации мог принять во внимание косвенные документы, например, трудовую книжку или договор аренды жилья. Кроме того, подчеркивает юрист Вячеслав Самонов, вынести решение в пользу Веры Егоровны для судей означает пойти против решения коллег, которые рассматривали дело блокадницы раньше. Судьи стремятся к обеспечению этого единообразия, хотя довольно сомнительно, потому что это в первую очередь подрывает независимость суда в том, что судья должен действовать по своему убеждению в соответствии с законом, а не то, как ему сверху спустили. Активисты намерены и дальше бороться за квадратные метры для блокадницы. А Вера Солнцева готовится отметить свой 80-й день рождения. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург.